Слово должно быть верным, а действие решительным. Именно такой девиз был у знаменитого Эммануэля Агастеса, который не добился больших высот в боксе, но точно вошел в его историю, как боец с самым неординарным стилем пьяного мастера. Приветствую вас, беценосные черепахи, с вами Федорович, а в этом видео я вас познакомлю с неординарным бойцом, рекорд которого не отображал его реального мастерства. Если вы думали, что стиль пьяного мастера возможен только в фильмах Джеки Чана или в подвальных боях между мастерами секретных школ, очень зря, ведь на земле был человек, который совместил жесть бокса с техникой кунг-фу. Эммануэля Агастес начал заниматься боксом в 17 лет и два года боксировал в любителях, но такие бои казались ему слишком скучными и он внес свое великолепие в мир бокса. В 19 лет он перешел в профи, где благодаря своему стилю, который прозвали пьяный мастер, сразу покорил сердца фанов. А чтобы вы сразу поняли о чем речь, посмотрим бой Агастеса против Реа Оливейры, который прошел 8 июля 2005 года. Между прочим, Оливейра бывший претендент на пояс, а не какой-то собутыльник для пьяного мастера. Леопардовые шорты Эммануэля классно соответствовали его леопардовой реакции и скорости. В отличие от многих панторезов в ринге, Агастес не просто показывал клоунаду, как может многим показаться на первый взгляд. Он был серьезным темповиком, который засыпал соперника ударами не хуже Пакьяу, но при этом он сочетал их с танцевальной элегантной защитой, что усложняло жизнь сопернику вдвойне. А бой закончился досрочной победой в восьмом раунде с улыбкой на лице для Агастеса и слезами, на глазах для Оливейры. В историю трудно войти, но легко вляпаться. А Эммануэль в нее точно вошел, если не достижениями, то своим стилем точно. У Агастеса была очень неоднозначная карьера. Несмотря на то, что он владел поясами в первом полусреднем весе, IBF Intercontinental, WBO Intercontinental, WBC Continental Americas и WBO Oriental, он так и не познал, что такое быть истинным чемпионом по основным версиям. Но, наверное, он этого по-настоящему не хотел. Вернее, он не хотел предавать себя и менять свой стиль для этого. А почему я так решил, я скажу после боя с Мэйвезером, который прошел 21 октября 2000 года. Это было золотое время для Мэя, когда он показывал топовый бокс, а не косил бабло, делая показуху с мешками-блогерами в цирке перед алкашами. Эммануэль показал то, за что его любила публика, бешеный бой, защиту корпусом с опущенными руками и град ударов по непобедимому топу. Многие признали, что весь ближний бой оставался за пьяным леопардом. Но денежный мешок в то время был настоящим монстром и с дистанции работал как Рикки Тикитави против Кобры. Эммануэль ни разу не упал за бой и шел в жесткий обмен, но в девятом раунде его угол выбросил полотенцем. А чтобы вы понимали, что это был за бой, послушайте слова Мэя. Он жесткий соперник, он вышел драться, он настоящий воин, настоящий чемпион. Перед нашим боем я часто слышал, что его грабили судьи и теперь я в это верю. Эммануэль Агастес был моим самым тяжелым соперником. Его рекорд не отображает его мастерство. Этот парень был великолепен. А теперь вернемся к разговору за пояса и добавим сюда слова Флойда. Выше упомянутый рекорд Эммануэля был следующим. 78 поединков, 38 побед и 34 поражения. Казалось бы, побед и поражений пополам, что характерно для любого средняка, которого выставляют для набивки рекорда проспектом. Но дело в том, что практически все свои поражения пьяный крушитель получил судейским решением. Вы спросите, как такое возможно? Ведь он наносит за бой в два раза больше ударов, чем соперник, а пропускает меньше. Дело в том, что для судей из мира бокса такая манера боя трактуется как неспортивное поведение. Ведь бокс – дело джентльменов. Именно поэтому я сказал, что он не хотел изменять себе и менять свою манеру алкаша с Будуна, чтобы побеждать по очкам, а всегда оставался танцующим мастером. Насколько это глупо или преданно, решайте сами. А мы пока посмотрим феноменальную рубку против Микки Уорда, которая состоялась 13 июля 2001 года. На этот бой Пьянчуга вышел в последний момент на замену, так что он не имел полноценного тренировочного лагеря, а вышел как на пятничный спарринг. В общем, с кабака на бал. А между прочим, Микки Уорд – топовый рубака, который приложился к челюсти многих топовых боксеров. Как вы успели заметить, фаны провели весь бой на ногах. Ведь такого замеса с первой до последней секунды в каждом раунде мир бокса навряд ли уже увидит. Когда в ринге сходятся два мастера ближнего боя, один из которых в придачу пьяный, это зрелище для настоящих ценителей. Феноменальные многоударные комбинации по 10-15 ударов от Эммануэля приводили в восторг даже боксеров-велосипедистов. А бешеному темпу, который он держал, позавидовал бы сам Пакмен. Но и Уорт не сахарный мальчик, скорее крепкие ирландские виски, которые хоть и не вытягивал темпа мастера, но силовые удары всаживал здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восьмой раунд. Но мужики не сбавляют темпа. А глядя на Агастеса, он же Бартон на судейских записках, кажется, что он в перерывах между раундами заливает себе новую горючку. Ведь держать такую серийность в бою – это феноменально. А я напомню, что он к этому бою не готовился. Если у тракториста кончается топливо, ему приходится ехать трезвым. Но когда топливо кончается у Уорда, он начинает бить меньше, но все так же сильно. И в девятом раунде он все-таки достает Эммануэля своей коронкой по печени, забирая себе очки за первый нокдаун в бою. А фаны все так же стоят на ногах и неистово радуются каждому потраченному центу за этот бой. Десятый финальный раунд, который решит ху из ху. Многих профи-бойцов современности на десятый раунд тренер выталкивает ногой, а зрители видят в ринге легкую атлетику вместо бокса. Но эти мужики совсем из другого теста. Рубка с первой до последней секунды осталась главной целью этих танков, даже без горючки в баках. На судейских записках Тедди Атласа, независимого эксперта, ничья. Но за рингом отдают единогласную победу Уорду, а разница в 8 очков на карточках вообще поражает. Кажется, что Эммануэля изначально хотели засудить, даже несмотря на то, что по количеству ударов он был лучше и попал на 100 ударов больше. Этот фантастический поединок был признан боем года по версии журнала Ринг. Легко быть богатым и не хвастаться, но трудно быть бедным и не жаловаться. А когда ты постоянно перебиваешь соперников, а тебя обворовывают судьи, нереально сохранять мотивацию и настрой на бои. Но Агастес делал так всю жизнь и прекрасно понимал, почему так происходит, но изменять себе не стал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам пьяный мастер или ваши бои в кабаках пожестче. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке в описании. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok